Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, Елена. Встречались с парнем 3 года, идеально нам было по 18-18 лет, потом расставались, ходили снова расставались, смогли расстаться на год, а потом опять сойти месяц, месяц на 2 на 3. В итоге расстались окончательно и прошло 8 лет, указывал своя семья, дети. Встретились, разговорились, говорили в то время, меня вспоминал, скучал с женой, несчастлив, но просто ее не может, не может оставить сына. Доказалось, у меня брак, все хорошо, как у всех ее ссоры, но не такие, чтобы ручиться, все. Теперь не могу забыть его, поздравляю с праздниками, постоянно себя напоминают, сам не предлагают ни встретиться, ничего, но если я напишу, прошу помочь и предложу встретиться, он согласится всегда, всегда найдет время, что мне с ним делать, помогите разобраться, как опять его забыть. Смотри, вопреки, как бы, ну не знаю, может быть, вашим ожиданиям, если у вас такие вообще как-то вот были, да, я не склонен к тому, чтобы как-то обязательно негативно оценивать то, что происходит в вашей жизни, да. Но я также понимаю, что сейчас то, о чем вы говорите, свидетельствует о, скажем так, достаточно серьезной невнимательности к себе. Что это значит? Ну, во-первых, если вы встречались с парнем идеально, но все время с ним расставались, то я полагаю, что это были причины, как были причины у того, например, почему вы со своим парнем расстались окончательно. Вот. То есть, ну, были же какие-то причины, правильно, скорее всего. Вот. И, соответственно, соответственно, как мне кажется, работать нужно в первую очередь с этим. То есть, работать нужно в первую очередь с тем, из-за чего вы расстались со своим парнем. Напомнить себе это. Ну, вот. А вы или расстались со своим парнем, допустим, или это расставание было, ну, как бы, не по вашей воле, не по вашей инициативе и, соответственно, вас травмировало. Дальше. Вы говорите о том, что человека забыть вы не можете. Ну, вот именно, просто что вы не можете мужчину как бы забыть. Да? Так вот, пишите вы. Что это значит? Это значит, в первую очередь, что вам чего-то хочется с ним. Ну, с ним, да, вот, словно говоря, в его контексте вам чего-то хочется. Вот именно, что натурально чего-то вам хочется. То есть, в чём-то вы нуждаются. Я не скажу, что так происходит обычно, да, я не скажу, что так происходит всегда. Но я скажу, что довольно часто с таким аспектом сталкивался, что человек, встречая как-то вот, ну, другого человека, да, встречая другого человека не всегда сознательно, не всегда осознанно сталкивается с возможностью испытывать некоторое состояние, сталкивается с возможностью испытывать определённое состояние, сталкивается с возможностью кем-то быть. Иногда помогает сам партнёр раскрываться. Ну, такое бывает, когда, ну, на самом деле, партнёр за счёт вот своей личности, да, за счёт своих каких-то личностных качеств помогает раскрыться, помогает вот как-то себя почувствовать. И человек влюбляется, что называется, влюбляется именно в своё состояние сними. Что происходит потом? Потом происходит ситуация, когда люди расстаются, и расставания обычно нормальны, то есть в расставании нет ничего такого неестественного. Но человек, который влюбляется в своё состояние, естественно, нуждается в том, чтобы снова и снова в этом состоянии быть, снова и снова в этом состоянии находиться. А возможности такой для него уже не существуют. То есть уже не существует возможности быть в таком состоянии. Потому что это возможно, ну, может быть возможно, а по мнению человека, например, только вот с этим партнёр. А сам себе, сладчеловек, выражать такие проявления не позволяло. Вот. И получается, своего рода замкнутый круг, что в семье я такой, какой я должен быть. И в семье я правильный. А вот с партнёром, а вот, ну, вот с этим партнёром, которого вы, ну, условно говоря, да, описываете. Вот с этим партнёром. Я не такой, какой я должен быть. А я скорее, вот, что называется, м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Более настоящий. Вот. Более, может быть, ну, более, может быть, естественный. Более, может быть, свободный. Более, может быть, спонтанный. Более, может быть, аутентичный. То есть мои чувства, в данном случае, имеют вот прямое, так скажем, выражение. И вот это, то, что мои чувства имеют прямое выражение, что я ощущаю себя свободным, и является основанием для того, чтобы меня к этому человеку тяготило. тянуло. То есть тянет меня, не знаем, человек, а его состояние. Если вас поместить в, ну, скажем так, вот, ну, гипотетичь поместить, в определенную изоляцию, изоляцию, скажем так, то есть изолировать вас от, вот, ну, внешних раздражителей, то, естественно, со временем вы как-то привыкнете, то есть человек, такое существо, да, привыкает, в принципе, к очень многим вещам, как-то. Это, ну, это нормально. Ну вот, нормально, что человек привыкает, вот, к, ко всему. Но, при этом, нужно понимать, что, потребности, человека, именно, вот, его потребности, они никуда не деваются. То есть, они, потребности, как бы, остаются, ну, вот, остаются, все равно, они есть. они никуда не уходят, что называют. Вот. И, так живы все эти 8 лет, вы скорее, вот, что называется, ну, вы скорее привыкли, как бы, вот, скорее привыкли, нежели чем реально удовлетворяли свои бастрелы. и реально смотрели в сторону того, чтобы быть собой. Вот. Ну, напротив, вы, как вам казалось, извлекли урок из ситуации, извлекли урок из того, того, что с вами произошло, вы, собственно говоря, выбрали человека, который вам был, максимально подходил, вот, но подходящий человек это не всегда тот, с кем вам хорошо. Подходящий человек это не всегда тот, кто созвучил мам, понимаете? Вот. И не факт, что парень, которым вы пишете, тоже вам созвучил. Потому что созвучность и зависимость вообще-то вещи разные и, как бы, это сказать, взаимо исключающие друг друга. Вот. Потому что созвучность означает как раз-таки больше независима, с чем зависима. Вот. в данном конкретном случае я думаю, что вы просто вот оказались травмированы расставанием с человеком, вот, и оказались неудовлетворены Вот. Но внешние, там, факторы, да, внешние обстоятельства вас принудили к тому, чтобы вы переключились. Вот. Вы переключились, потому что возможно, ну, нужно было решать. и другие какие-то задачи, да, нужно было решать. Вот. Какие-то другие нужно было решать аспекты, грубо говоря. Вот. вы их решали. А до, с тех пор, пока, не появился, собственно, этот товарищ. Этот товарищ появился, вот, и то, что вы решали, поэтому условно говоря, ну вот, пошло коту под хвост. Эхватно, лучше посмотрим, как это же как бы здесь. Эхватно. Вот. Вот. М-эхот. конструктивно ли это для вас, ну вот, конечно вопрос такой вот, достаточно хороший, на мой взгляд, ну на мой взгляд, повторюсь, скорее нет, чем, чем да. Поэтому, что нужно сделать, во-первых, прожить расставание окончательно. Сейчас вы расставание с молодым человеком, судя посему прожили не до конца, не отпустили его. Второе, разобраться в себе, в том, чего вы хотите, конкретно. Да, вот, да, прямо, прямо конкретно, чего вы хотите. Сами, чего вы хотите, сами для себя, что вам нужно, вот, чем вы нуждаетесь, какие у вас желания, какие ваши желания удовлетворены, какие нет, ну вот, где вы себя подавляете. то есть такая вот, получается, честность с собой. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект это гармонизация семейных отношений, то есть, гармонизация отношений, значит, значит, в вашей семье. Вот. Это необходимо, потому что так вы не придёте к выводам, о том, что вам делать дальше, и без повышения уровня честности к себе не сможете устраивать качественные отношения со своим супругом. Вот. И, возможно, не увидите, не признаете наличие определённых проблем, если можно так выразиться, вот, уже между вами. Наличие определённых проблем между вами, пугаться не следует, потому что проблемы, в общем-то, бывают у всех. Это нормально. Что проблемы... Ну, абсолютно нормально, что могут быть проблемы. Другое дело, другое дело и другой вопрос в том, как вы эти проблемы решаете. и решаете ли, или предпочитаете проблему, что называется замалчивать. Что мне кажется наиболее вероятным с учётом вашей истории, с учётом того, что вы рассказали. Вот. Соответственно, от данного, не побоюсь этого слова, порочного круга необходимо отходить. Потому что дальше не будет лучше. Ну, в этом смысле. то есть я не хочу вас как-то пугать, да, не хочу как-то нагнедать обстановку, вот. Опыт, который... Есть у меня опыт работы с парами, где тут появляется так называемое третье лицо. Вот. Вот. Опыт такой работы, как бы, ну, вот он, этот опыт, совершенно чётко показывает, что, чем больше вот мы, там, ну, пытаемся что-то скрывать, да, тем, соответственно, хуже. Но становится, потому что то, что мы скрываем, ну, рано или поздно вырывается наружу и становится, там, условно говоря, известно. Ну вот. А мы, мы, ну, по факту, испытываем, ну вот, как бы, чувство стыда, по большому счёту, только чувство стыда. Вот. Вот, соответственно, то что, то что хотел я вам сейчас рассказать то, что хотел. Дать, эээ, в качестве обратных связей на ваш вопрос. То есть, иными словами, задача заключается не в том, чтобы забыть. вы уже они, а именно забыли, но, как видите, эээ, также это довольно легко получается, эээ, вспомнить. То есть, вот как, как забыли, так легко это их вспомнить. Вот. Поэтому, здесь идея не в том, чтобы, ээ, забыть. А что же вообще, эээ, ну, что вообще, говоря, происходит. Да? Вот. Как вот некоторые психологи говорят, да? Эээ, там, какого чёрта происходит. Вот так. То есть, это очень важно, как мне кажется, понять. Эээ, на этом всё. Всё. Я надеюсь на, эээ, обратную связь, эээ, с вашей, эээ, Она, обратная связь, эээ, позволит, вам, эээ, начать, ээээ, эээ, работу над, эээ, собой. Ээээ, желаю вам, ээээ, всего, ээээ, самого доброго. Удачи. Эээ, обратная связь, ээээ, необходима, в первую очередь, вам, для формирования базовых постулатов для психотерапии. Для работы над собой. Вот. Удачи. 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 Продолжение следует...